Россия не сможет воевать, и война прекратится. Ну-ну, Украина уже стоит на пороге кризиса, предупреждает обозреватель газеты El País. Крестьян Сигура опасается, что страну ждет раскол на две части и вспоминает, что секретарь СНБУ Украины Данилов уже говорил, что на Западе предлагают Киеву рассмотреть идею корейского варианта. Причем за дипломатию, и это, наверное, сенсация, выступает американская военщина. Издание Политико пишет, что у Госдепа США и Пентагона есть разногласия по поводу поставок оружия Украине. В материале сообщается, что Госдеп всегда выступает за отправки нового вооружения, а Минобороны действуют осторожно и очень часто говорит свое «нет». Оно и понятно, воевать-то в случае чего придется военным, а американские дипломаты во главе с Блинкеном будут играть на гитаре, и я не шучу. Посмотрите, глава Госдепа не только сыграл на гитаре на мероприятии, посвященном расширению креативности и, разумеется, инклюзивности, то есть это опять была сходка про гомосексуализм, но и спел джазовую песню времен Холодной войны. Хотя мог бы спеть что-то про отношения США и руководства России, которые Америка восстанавливать не планирует. Во всяком случае, не планирует это делать при Байдене. Ну а рецепт так называемого мира по Трампу нас тоже не сильно устраивает. Дональд сегодня впервые сказал, как планирует остановить войну. Он заявил, что его цель – это цена на нефть ниже 40 долларов. Мол, тогда Россия не сможет воевать, и война прекратится. Ну-ну. Перед тем, как вводить новые потолки, американцам лучше было бы разобраться со своим госдолгом и шатдауном. Тем более, что потолки, ну, вообще не работают. А нефть торгует по 97. Джо Байден при этом заявил, что не знает, как предотвратить остановку работы своего собственного правительства. Остановка, скорее всего, произойдет 1 октября. Согласованию главного финансового документа американского бюджета, тубиш, прямо сейчас мешают противоречия демократов из администрации и республиканцев в Конгрессе. Одним из камней преткновения является, естественно, Украина. Республиканцы выступают за сокращение чеков, выделяемых на поддержку Зеленского. Законодатели и республиканцы продолжают сражаться друг с другом, в то время, когда закрытие правительства остается всего несколько дней. Единственная проблема, большинство республиканцев палаты, похоже, не могут прийти к соглашению, что должно быть в этом законопроекте. Фракции республиканцев угрожают не пропустить закон, если Маккарти не включит в него их требования и финансовую сделку. Эта группа республиканцев готова буквально подорвать законы партии, чтобы выделиться и попытаться добиться лучшей сделки. Вся эта группа законодателей согласна с необходимостью сократить государственные расходы, но некоторые члены группы выдвигают другие несопоставимые требования, вроде окончания помощи Украине и укрепления безопасности границ. В этих захватывающих дух репортажах упускается один важный факт. Прямо сейчас мы смотрим на изображения украинских военных. Украинских военных, которые продолжают получать деньги от Америки в связи с закрытием правительства. Американское оружие, поступающее украинским военным, будет продолжать поступать в связи с закрытием правительства. Однако госслужащие США, даже пограничный патруль, не будут получать зарплату. Но декларация Пентагона означает, что налоговые средства будут поступать на Украину и дальше, не только в виде оружия, но и в виде зарплат украинским экстренным службам. И даже в виде субсидий малому бизнесу. В какой момент для всех республиканцев было бы разумно объявить фол? Сейчас! Самое время поговорить об этом. Потому что вы даже не упомянули о самом важном пункте повестки. Восстановление Украины после войны. И я предполагаю, оно тоже ляжет на нас. То, что мы здесь наблюдаем, это естественно. С самого начала мы все были втянуты в это дело. Теперь цифры стали действительно значительными. Действительно ли эти деньги поступают туда, куда нужно? Сейчас самое подходящее время начать эти разговоры. Противник матерый, противник сражается за каждый клочок земли. Противник не бежит. Прямо сейчас на фронт переносимся. На прямой связи наш военный корреспондент Георгий Медведев. Георгий, здравствуйте. Давайте мы начнем с Работина. Якобы продолжаются каждодневные попытки прорвать нашу линию обороны в направлении Токмака. Информацию подтвердил и Пушилин. Что сейчас на линии фронта? Есть ли успехи у ВСУ? Что делают наши парни? Да, Ольга, здравствуйте. Действительно, не прекращаются попытки противника что-то, хотя бы что-то сделать уже на передовой. Очень много информации поступает с линии боевого соприкосновения. Но здесь очень важный момент в том, что поступает нередко информация, которая является откровенно неправдивой. О том, что у противника большие успехи, о том, что он уже фактически прорвал линию фронта. В действительности, да, в действительности его накаты не прекращаются ни на один день. Но наши военнослужащие, военнослужащие российской армии успешно отбивают все попытки. И о том, что противник несет потери, которые не дают никакого результата, говорит хотя бы то, что сейчас спешно он перебрасывает дополнительные резервы на передовую. И такая ситуация не только в Работино наблюдается, но и на том же Артемовском направлении. Наверное, две самые горячие точки на карте боевых действий. Но результата для врага на сегодняшний день как не было, так и не остается. Экономис действительно сегодня вышел с материалом, сообщающим, что за время контрнаступления, а сейчас сколько уже прошло? Четыре месяца практически, украинский режим смог отвоевать, как они считают, свою территорию в размере 0,25 квадратных километров. Ну, то есть это действительно сущая ерунда. В этой связи наши успехи на Купинском направлении мы можем каким-то образом отфиксировать. Тоже, я понимаю, там тяжело. Метрами или километрами, деревнями. Есть ли у нас продвижение? На Купинском направлении продвижение действительно есть. И если мы затрагиваем тему западной прессы, которая как раз-таки упомянула о вот этих 0,25 процентах, то эта же западная пресса отметила, что несмотря на то, что украинское контрнаступление так называемое идет, и есть вот такой результат 0,25, российская федерация, которая якобы находится в обороне, отвоевала за этот же период гораздо больше, чем Украина. И как раз-таки в эпицентре, внимание, да, совершенно верно, Харьковское направление. Там около нескольких, несколько десятков населенных пунктов за весь этот период были отбиты у врага, выведены из-под оккупации. И сейчас обстановка там, да, не так динамично развивается, но тем не менее противник продолжает нести потери. И мы показали, самое главное, что мы не перейшли в глухую оборону, в ситуации которой враг диктует свои условия. На Харьковском направлении мы показали, как раз тот момент, что мы ищем, находим самый подходящий, самый удачный момент, и наносим свой удар. И удар очень даже успешный. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!